Для кого-то авоська – это модный тренд, а для Ольги Филопенсивны – возможность почувствовать себя нужной. В 34 года жительница Новоалтайска лишилась зрения, но не потеряла любовь к жизни. Несмотря на все трудности, женщина не перестает улыбаться и учиться новому. Именно поэтому 3,5 года назад она согласилась на необычное предложение. Мы с супругом приняли все-таки уже окончательное решение открыть новый социальный проект «Алтайская авоська», где незрячие люди должны будут плести вот такие авоськи классического плана, как в советские времена плели. И вот Ольга Филопентьевна как раз у нас была пионером во всем нашем проекте. Выбор Инны пал на общество слепых в Новоалтайске, в котором Ольга Филопентьевна как раз была председателем. Со временем плетению авосьек обучились порядка 30 незрячих из разных уголков Алтайского края. Сейчас-то целый коллектив, в котором придумывают и плетут авоськи на любой вкус. Например, специально для москвичей разработали модель с кожаной ручкой. Еще один интересный вариант – авоська, которую можно носить на плече. Ольга Филопентьевна уже сплела несколько таких моделей, но с особым трепетом она вспоминает о своей первой авоське. И я как бы первая сплела и позвала, говорю, Инна Васильевна, придите, посмотрите. Я говорю, как посмотрела, говорит, о, как хорошо, все отлично, но я-то знаю, что не отлично. И мне дает за них деньги, у меня даже сейчас вот мурашки по шкуре. И она мне за них деньги дала, и я заплакала. Помимо плетения авосьек, Ольга Свиридова любит стряпать пирожки, слушать аудиокниги и работать в огороде. Женщине во всем помогает ее семья. На отношение к себе посторонних людей Ольга Филопентьевна не жалуется, но очень хочет, чтобы к незрячим относились внимательнее. Надо не зацикливаться на этом. Мы такие же люди, как у нас один мальчик сказал. Мы такие же обыкновенные люди, только тихо ходим. В планах у Ольги Свиридовой обучение новым техникам плетения авосьек. Еще не раз своими сувенирами она сможет удивить даже самых искушенных туристов. Без подарка не оставили и меня. Проводили букетом первых пионов и приглашениями приехать снова. Юлия Евграфова, Александр Антропов. День с толком.